Владимир Владимирович, спасибо за приглашение. Конечно, в первую очередь я хотел бы поздравить и вас, и всех здесь присутствующих с наступающим праздником, Днём Победы. Я думаю, для всех, сидящих здесь, это святой праздник. Наши отцы воевали вместе. И, конечно же, когда то поколение билось за победу, я думаю, никто не делил по национальности русский, украинец, белорус, киргиз, таджик, узбек, армянин, грузин. И, конечно, хотелось бы пожелать, что страны, республики обрели независимость, но чтобы это не стало каким-то фетишем. Да, независимость мы будем свято оберечь, но в то же время надо сделать все, чтобы наши границы стали границами дружбы, границами братства. А то, что мы видим сегодня, это, конечно же, большая беда, когда мы видим, как братские народы, которые вместе сражались за победу, начинают раскалываться. Больше того, мы все прекрасно знаем, что именно если пойдет раскол по этническому принципу, то это потом будет очень трудно остановить, очень трудно будет шить, эту рану очень трудно будет залечить. И наблюдаем мы за этим, конечно, большой болью, большой болью. Сегодня мы смотрели тренировку, учения. Конечно, это впечатляющее зрелище. И я хотел бы в то же время попросить Владимир Владимирович, все-таки Россия – великая страна. Мы сегодня это еще раз воочию видели. Но мы тоже видели все вместе, что если, не дай Бог, будет Третья мировая война, то уже победителей не будет. Победителей не будет. И хотелось бы попросить, чтобы лидеры великих держав были, конечно, очень ответственны. И, конечно же, мне понравилось то, что на учениях Россия, она не носит, не наносит первого удара. Она наносит только ответственный удар. Это уже как бы хорошо. Но хотелось бы пожелать, чтобы никто не носил первого удара. Ни одна страна, обладающая адерным оружием, не начинала войну. Потому что вот видно, что после Третьей мировой войны уже победителей не будет. И почему-то, когда я смотрел эти учения, вдруг мне вспомнилась песня. Она у нас была популярная в времена Советского Союза. «Хотят ли русские войны?» Я думаю, что ни русские, ни другие народы, никто не хочет войны. Часто все эти заварухи начинают политики, погоня непонятная зачем. За какими-то амбициями, может быть, своими. Я считаю, что в первую очередь задача любого ответственного политика должна заключаться в том, чтобы не допустить войны, не допустить конфронтации не только с соседями, но и в первую очередь внутри собственной страны. Внутри собственной страны. Не допустить конфронтации, деления народа по каким-либо принципам. И в этом плане мы в своем первом же заявлении желали это нашим украинским братьям, что это очень вопрос деликатный, этнический, национальный вопрос. И надо относиться как можно к этому тщательнее и понимать какая-то ответственность. Я хочу одно сказать. Конечно, хочешь мира, готовься к войне. Я понимаю, что этот щит, видимо, все эти десятилетия сдерживал какие-то страны от начала мировой войны. Дай Бог, чтобы никогда ее не было. И память о наших отцах, о тех, кто воевал вместе, она должна все-таки не забываться. Видимо, мы должны проводить совместно и какие-то такие культурные мероприятия, которые напоминали бы, что мы когда-то были одной страной, что мы воевали вместе, что нам нечего делить. И надо нам это, видимо, еще раз тщательно обдумать. Тем более, что на следующий год у нас знаменательное событие. Будет уже 70-летний юбилей Великой Победы. Я думаю, что к тому времени мы должны хорошо подготовиться. И у меня пожелание, чтобы к 70-летию Великой Победы вот эти какие-то конфликты, непонимания между братскими народами, которые когда-то совместно остановили чуму фашизм, чтобы все это, хотелось бы, чтобы все это ушло. И мы все-таки поставили братство и дружбу на первое место. Праздникам наступающих всех присутствующих. Спасибо.